Вот уж действительно не думали, не гадали жители небольшого городка с труднопроизносимым названием Чебаркуль недалеко от Челябинска, что однажды они прославятся на весь мир. Собственно, прославил простых чебаркульцев и их соседей челябинцев космический астероид, который, пролетая над нашей планетой, решил закончить свое путешествие на широких просторах российского Урала. Но об этом мы тоже рассказывали всю минувшую неделю. И поэтому сегодня речь пойдет не о метеорите, а о том, как реагировали местные жители на его появление. Благодаря этому неожиданному космическому гостю весь мир узнал, что на Урале в каждом втором автомобиле установлен видеорегистратор. Не остались незамеченными и яркие речевые обороты русского языка, которые наимные иностранцы приняли за название небесного тела. Да и вообще, много нового мы узнали о жизни в российской глубинке. От нравов местных автомобилистов до цен на оконные стекла в Челябинске и его окрестностях. Свою социолингвистическую экспертизу уральского быта подготовил уроженец Сибири Евгений Эрлих. Такое происходит раз в сто лет. Метеорит в небе над Челябинском ученые уже назвали уникальным явлением природы. Надо добавить, уникальное явление впервые в мировой истории зафиксировано со всех ракурсов. И благодарить за это надо обычных челябинских водителей. Судя по объему видео, так называемые видеорегистраторы сегодня есть в каждой второй уральской легковушке. А после метеорита будут в каждой первой, чтобы в следующий раз быть во всеоружии. Хотя сенатор от Челябинской области Константин Цыпко полагает, что не повторяется такое никогда. Челябинск теперь самое безопасное место на Земле, потому что в одну воронку снаряд в два раза не попадает. Поэтому я думаю, что мы имеем позитивный эффект того, что жители Челябинска могут быть спокойны. В ближайшие сотни лет такого не произойдет. Благодаря метеориту весь мир узнал, чем отличается Сибирь от Урала. До этого западные СМИ эти регионы путали. А также о загадочном озере с почти непроизносимым названием, куда, по версии местных рыбаков, что-то упало с неба. Мой репортаж я введу с озера Чебаркуль, куда пару часов назад упал метеорит. Рыбаки не обманули. В районе озера Чебаркуль ученым действительно удалось обнаружить фрагменты космического тела. Они больше похожи на осколки. Судя по анализам материи, это, цитата, классический хандрит, 10% железа, а также оливин и сульфин. Проще говоря, уточняют академики, это состав метеорита обычного. Такие на нашу Землю прилетают чаще всего, но не такого размера. По предварительным расчетам, размер Челябинского камушка был около 20 метров. Пока точно известна лишь его траектория и скорость – 65 тысяч километров в час. Западный зритель, наблюдая в сети ролики с метеором, больше всего удивляется совсем не космическому полету наяву, но реакции реальных суровых челябинских парней. Кто-то, обнаружив воздушную бомбардировку, лишь поправил камеру. Кто-то лишь ускорил движение. Кто-то коротко ругнулся. Комментарии в сети из Америки. Русские неподражаемы. Если бы такая штука взорвалась у нас, мы бы все наделали в штаны. В ответ российские журналисты замечают. Это потому, что россияне ожидают бедствий в любую минуту. Ошеломить русского почти невозможно. Непонятно. Была такая ярчайшая вспышка и исчезла. Охренеть. Где-то упал. Метеорит не долетел до Земли километров 40. Сгорел в атмосфере. Полагает, что взрыв небесного тела превышал мощность 40 атомных бомб Хиросимы. Упал. 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 Что это такое? Бомбардировка. Арп подготовка. Дети не испугались. Дети быстрее за школу побежали. Мы сначала думали, что атомный взрыв произошел, но не как грибок от атомного взрыва. Уникальное природное явление челябинцы приветствовали, используя все богатые обороты русского языка. Именно в таком описании оно войдет в историю. Неслучайно многие иностранцы полагают, что именно этими терминами русские именуют космические тела. Вы слышали взрыв нахуй? Я не полез на эту стройку сегодня. Она просто. Я на Челябинском решил зависнуть. Это солнце. В результате падения метеорита пострадало более тысячи человек. Почти все в порезах. Ударная волна вынесла окна в домах по всей округе. Взрывная волна была довольно-таки сильная. Получилось так, что аквариум даже дал трещину. Пришлось рыбу в банку пересадить. Ну и как здесь вот видите, межкомнатные двери, которые находятся на расстоянии 5-7 метров от балкона, полностью сломались. Неожиданно, спасибо космосу, уральские стекольщики обогатились. Цены на стекло подпрыгнули вдвое. Я покупал такое стекло и раньше. У меня в саду такое стекло. Ну сейчас обычное 550 рублей. То есть оно дороже, чем вот это. А это должно быть дороже. То есть сейчас на обычное стекло цену подняли. Космический шанс местная власть постаралась использовать максимально. Губернатор Челябинской области Михаил Юревич уже заявил, что стекол повыбивало примерно на миллиард рублей. Половину этой суммы губернатор надеется получить из центра, из Москвы. Проверить челябинские расчеты московские ревизоры вряд ли успеют. В большинстве помещений окна уже установлены силами волонтеров. Вот, так что нигде ничего не дует. В аудиториях тепло. С завтрашнего дня учебный процесс будет продолжаться. Вот. Университет будет работать в штатном режиме. Если для науки такой метеорит подарок, то для самой области, говорит местный сенатор, настоящее божественное проведение. Это первый в истории нашей цивилизации город, который подвергся космической атаке, пережил ее и пережил ее благополучно. Нет ни одной жертвы. Мне кажется, произошло чудо. И Бог хранит Челябинскую область. Можно сказать, метеорит принес уральцам новый слоган. Бог хранит Челябинскую область. А все, кто не из Челябинска, теперь внимательно приглядываются к этому богом избранному региону. Евгения Эрли специально для программы «Мировой порядок».